всем доброго времени суток на канале ну что свяжем я оля мой канал об узорах крючком рада приветствовать новичков и гостей на своем канале добро пожаловать заходите не стесняйтесь гуляйте по каналу смотрите видео заглядывайте в плейлисты надеюсь видео вам понравится вы ставите свои лайки напишите комментарии не забудьте подписаться на канал чтобы его не потерять и нажимайте на колокольчик чтобы узнать о новинках своим постоянным зрителям подписчикам подписчицам отдельный привет слова благодарности я сегодня к вам с ниточками с которыми мы уже работали да но новички кто еще не работал еще сомневается да не знает как ним подойти это не реклама просто расскажу какими ниточками я вижу alize angora gold называются они семь ли заметьте вот это вот надпись семь ли идем дальше 100 граммах здесь находится 500 метров 75 процентов акрила 20 процентов шерсти 5 процентов металлика но моточек конечно уже поменьше мы уже вязали из него образцы и смотрим что нам советует произведение по поводу крючка на двоечки до четверочки я вижу троечкой поэтому я беру троечку своего такой вот рабочую лошадку вы берете любую пряжу как вы хотите но взять на читайте аннотацию какой вам советуют крючок брать и подбирать эмпирически под свою плотность вязания так пока не забыла цвет смотрите вот он 363 в принципе на камеру передается такой же какой на самом деле есть такой нежно-нежно розовника персиковый блестящий да и так смотрите нам говорят что хорошо смотрится в шалях палантинах в накидках так она есть но не ограничивайте себя бежите любые изделия пробуйте экспериментируйте и так далее нет же вы берете любую свою пряжу и вяжите узорчик из своей пряжи узорчики универсальные подойдут под любую пряжу ну что свяжем не так смотрите ниточка поближе вот она смотрите если я ее раскручу получается три ниточки это акрил шерсть и вот такая вот блестящая металлическая ниточка небольшие ворсиночки есть то есть пряжа пушистая но не сильно но новички все равно не берите крючок маленький потому что может цепляться за ворсиночки да и опять же изначально просчитывайте количество петель и количество столбиков потому что если ошибетесь распустить будет можно но это будет делать очень сложно и так сегодня схемки узорчик у меня нет но раппорт узорчика получается 6 петелек мы с вами давайте ну вот я наберу да я наберу получается 36 воздушных петелек то есть четко а вы набирайте сколько вам будет удобно так все как всегда в начале петелька фиксации а теперь 36 воздушных петель и поехали раз два вот наш будущий образец кто на канале знает что я делаю всегда вспомогательные ряд особенно новичкам это полезно я буду делать его из столбиков с накидом и так 3 петельки подъема раз два три далее считаем пятую петельку от крючка раз два три 4 5 накид в пятую петельку ныряем и провязываем по 2 петельки и так далее весь ряд мы ныряем в каждую петельку и в каждую петельку провязываем столбик с накидом это я делал практически в каждом узорчики поэтому останавливаться на этом уже не буду так что если что смотрите предыдущий узорчик это несложно просто в каждую петельку провязывайте столбик с накидом не забывайте что первые три петельки подъема который мы с вами провязали это тоже имитация столбика с накидом сколько провязала столбиков считаем первый столбик до 2 3 4 5 6 7 и так далее до конца ряда провяжу сейчас столбиками с накидом у меня будет 36 столбиков ровно столько столбиков сколько петельки набрала так что вы себя тоже контролируйте все несложно встречаемся в конце ряда давайте так смотрите вот мы провязали наш первый ряд идем дальше делаем 3 петельки подъема раз два три поворот теперь смотрите внимательно два столбика пропускаем 1 2 в третий столбик будем провязывать веерочек но смотрите какой верочек и так 1 2 пропустили в 3 накид нырнули вытянули ниточку и провязываем нет по 2 петельки как все время провязываем а начинаем с одной петельки потом 2 2 то есть мы немножко удлиняем наш столбик с накидом 1 сюда же второй такой же столбик 1 петелька 2 2 накид 3 столбик такой же удлиненный будет нас до 4 столбик 5 столбик и 6 столбик несложно у нас формируется вот такой вот веерочек далее пропускаем 5 столбиков 1 2 3 4 5 и в 6 провязываем точно такой же веерочек накид и провязываем 6 столбиков с накидом 2 столбик 3 столбик 4 столбик 5 столбик и 6 столбик понятно вот второй верочек опять пропускаем 5 столбиков раз два три 4 5 в 6 столбик провязываем следующий веерочек точно такой же все то есть у нас весь ряд будет состоять вот из таких веерочек провязывайте до конца ряда сколько вы набирали петелечек да вот а в конце ряда встречаемся договорились несложно целый ряд вот такими вот веерочками давайте у нас получится так смотрите как красиво переливается наша красота вот такие вот веерочки несложно несложно идем дальше сейчас мы с вами делаем 3 петельки подъема раз два три поворот и теперь будьте внимательны мы будем провязывать каждый столбик рельефным лицевым столбиком с накидом как это смотрите накид мы заходим к нашему столбику вот так вот сзади наперед нас получается столбик перед крючком вытягиваем ниточку так и провязываем точно так же как предыдущий столбик вначале одну петельку потом 2 2 накид следующий столбик точно также захватили столбик сзади наперёд столбик перед крючком вытягиваем ниточку и провязываем 1 петелька 2 2 накид точно также третий столбик 1 петелька 2 2 точно также 4 столбик 1 2 2 5 столбик 1 2 2 6 столбик 1 2 2 то есть вот так это будет выглядеть вас с одной стороны вот такие вот рельефные столбики переворачиваю на другую сторону вот так это будет выглядеть у вас другой стороны видите то есть такая вот горизонтальная красивая линия вот и вы так вот продолжаете вязать до конца ряда то есть ничего не делать ни воздушных петелек ничего не пропускаете каждый столбик до вы провязываете рельефным лицевым столбиком с накидом все он вас такой будет немножко удлиненные для этого узорчик будет еще красивее все до конца ряда полностью столбиками рельефными лицевыми с накидом и провязываем 1 петелька 2 2 не сложно не сложно каждый столбик каждый каждый каждом веерочки до конца ряда в конце да я вас встречаю товарки не сложно так смотрите вот у нас получается какой ряд как он выглядит с одной стороны на лицевой стороне смотрите видите вот такая вот горизонтальная линия дальше что мы будем делать мы закончили получается обычным столбиком так то есть это будет не рельефный столбик обычный столбик на тоже удлиненный далее опять делаем 3 петельки подъема 1 2 3 и вот сейчас поворот и будьте внимательны мы сейчас смотрим не на ряд который мы только что провязали рельефных столбиков а наряд там где у нас были веерочки помните то у нас было 6 столбиков раз два три 4 5 шесть так вот между третьим и четвертым еще будем нырять и так накид между третьим и четвертым нырнули вытянули ниточку и провязываем точно также веерочки столбик с накидом 1 петелька 2 2 поняли да вот затягиваем как ниточку второй раз второй столбик точно также третий столбик точно также четвертый столбик 5 столбик и сюда же 6 столбик поняли да то есть не в ряд где были рельефные наши столбики а именно веерочек веерочек понятно так он получится и тут же перепрыгиваем точно так же как мы вязали веерочки точно так же сразу же перепрыгнули 1 2 3 столбика пропустили между третьим и четвертым нырнули и провязываем опять такой же веерочек первый столбик с накидом 2 3 4 5 и 6 вот как у вас должно быть получаться опять весь ряд провязываем веерочками не сложно то есть в каждом веерочки между третьим и четвертым столбиком еще один веерочек 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 в конце ряда я вас встречаю договорились все давайте на две ручками веерочки у вас получится так смотрите вот наш очередной рядочек с веерочками вот так она получается идем дальше точно так же делаем опять три петельки подъема 1 2 3 поворот и сейчас мы будем провязывать точно так же как мы провязывали после веерочек в ряд помните да мы провязывали рельефными лицевыми столбиками с накидом повторяем сзади наперед взяли столбик вытянули ниточку и провязываем 1 петелька 2 2 понятно и точно так же все столбики данного ряда провязываем рельефными лицевыми столбиками не сложно давайте еще раз провяжем самостоятельно все рельефные лицевые столбики с накидом и здесь я вас еще раз встречу смотрите вот так у нас выглядит с одной стороны наши рельефные столбики да и напоминаю вот так они выглядят с другой стороны вот такая вот горизонтальная полосочка что мы делаем дальше дальше мы опять так же повторяемся то есть мы делаем 3 петельки подъема 1 2 3 поворот и опять же опускаемся не в ряд который у нас рельефными столбиками она ряд ниже именно где веерочки считаем наши 6 столбиков с накидом 1 2 3 4 5 6 вот между третьим и четвертым опять ныряем вытягиваем ниточку и начинаем провязывать точно такой же веерочек состоящий из 6 столбиков с накидом то есть получается по итогу у вас узор состоит всего лишь из двух рядов и вот такая вот получится объемная рельефная красота понятно да вот тут сейчас вы довязывайте точно также веерочек так перепрыгивайте к следующему веру ч k провязываете веро чек веро чек веро чек вера чек обратно рельефные лицевые стол столбики вас будет опять веерочки и рельефные столбики veer очки и рельефные столбики понятно давайте вырастим наш образец на несколько рядочков посмотрим что в итоге получится получится очень красиво все встречаемся через несколько рядочков смотрите вот я провязала несколько рядочков вот такая по итогу получается красота блестящая блестит видно и я считаю что это лицевая сторона это у меня будет изнаночная сторона потому что мне захотелось чтобы вот именно рельефные вот эти столбики были видны именно лицевой стороне еще такой момент смотрите когда вязала у вас получается если вы заканчиваете вы ручками дата у вас будет край вот такой вот волнистый если хотите оставляйте волнистый я решила сделать его ровным каким образом получается я провязала рельефные столбики все не одинаковой длины там где получается у меня низинка видите низинка здесь мне были длинные до рельефные столбики а далее когда я поднималась эти столбики укорачивала то здесь получается удлиненный рельефный столбик здесь обычный рельефный столбик с накидом здесь полустолбик полустолбик обычный столбик и удлиненный столбик поняли да то есть там где низинка столбики длине там где верхушка столбики короче вот обратно получается когда я пошла нужно же было захватить да вот эти вот веерочки то есть по принципу начала ряда помните мы делали веерочек 5 столбиков пропускали веерочек точно также здесь я захватывала столбиком с накидом веерочек 5 столбиков захватывала веерочек пять столбиков захватывала веерочек и так далее все и у меня сохранился рисунок это кому нужен ровный край шик вот и получается из-за отсутствия воздушных петелек вот так вот он тянется получается нас ширь а высоту смотрите вообще не тянется видите вообще не тянется вот узорчик можно вязать одними ниточками можно каждый ряд мер менять да то есть и ручки одним цветом обратно рельефные столбики другим цветом тоже будет очень красиво вот кофточка ли кардиганчик да в копилочку ваших узорчиков что это будет если это бы другие ниточки то это может быть у вас шарфик снудик плед очень шикарно будет смотреться жилеточка тоже супер если кто вязал данным узорчиком рассказывайте что вязали мы тоже будем смотреть что будем вязать если не вязали берите себе в копилочку придумывать что такое интересное связать давайте замерим и так я получается набирал 36 воздушных петелек если это же пряжа этот же крючок и та же плотность вязания да то есть у всех разные пряжи разные крючки разные плотности вязания то есть моем случае это смотрите будет практически 20 сантиметров есть нас получается каждый веерочек это два ряда да то есть два четыре шесть восемь десять последний 11 и наборной получается 12 так рядочки конечно плотненькие это получается практически 11 сантиметров вот вот так вот интересно интересно не сложно вообще не сложно два ряда и такая красота согласитесь да и так надеюсь видео вам понравилось не забывайте ставить лайки обязательно подписывайтесь на канал чтобы не потерять и нажимайте на колокольчик потому что впереди много новинок чтобы их не пропустить или где с друзьями с подружками в соц сетях под видео внизу стоит плюсик нажимайте на плюсик сохраняйте в свои плейлисты смотрите в удобное для вас время всем ровных петелек увидимся в новых видео пока пока